Ребята, всем привет! В рамках курса Первое Портфолио запишу для вас короткое видео о том, как улучшить работу на примере вот этого дизайн-макета. Это небольшой формат EuroFlyer, пропорциональный размер 210х98. Очень классная задача для тренировки студентов в рамках курса, потому что формат небольшой. Но нужно учесть, что эта версия не для печати, потому что мы работаем в Figma. Но, тем не менее, интересный кейс для тренировки. В общем, сейчас я покажу, как улучшить этот дизайн-макет. Слева будет версия было, справа у нас версия стала. И давайте посмотрим, что можно здесь докрутить. Первый принцип всегда — это чистота дизайна-макета. То есть из макета нужно убирать все, что отвлекает, все, что захламляет и загрязняет дизайн-макет. Первое, что хочется убрать, да, и без потери смысла, это вот это изображение. Потому что и так понятно, да, здесь на изображении, что это такое. Стало уже чище. Второе. Вот эти линии, они несколько перетягивают на себя внимание от основного изображения. Поэтому, если их убрать, ничего плохого не случится. Дизайн-макета станет только лучше. Дальше. Вот здесь есть косячок, да, белый цвет в QR-коде. И хотелось бы, чтобы QR-код полностью был на фоне. Поэтому я его здесь чуть увеличу и поставлю здесь режим наложения Multiply. Более того, его еще нужно выровнять. Я выровняю его нижний край по нижнему краю вот этой надписи. Верхний край по верхнему краю вот этой надписи. Стало чище. Дальше поехали. Логотип. Хочется сделать так, чтобы текст в логотипе был читаем. Поэтому мы логотип можем смело увеличивать. Позицию его не меняем. То есть он продолжает раскладываться в левом верхнем углу. Это левый верхний якорь формата. Теперь читается. И можно оставить даже вот этот оверлап. Второй вариант решения этой задачи. Это сделать небольшой отступ от логотипа до изображения. Для этого нужно изображение немножко уменьшить. Дальше. Внутри изображения я сделаю, наверное, чуть побольше отступы. Вот таким образом. Было бы классно еще увеличить отступ вот здесь. Но это нужно изображение немножко доработать. Поэтому, наверное, я уменьшу, увеличу отступы. Но не сильно. Примерно вот так. Вот. Вот это вот более подходящий такой вариант. Сейчас отступы от изображения до краев изображения. От объекта до краев изображения. Вполне нормальные. То есть всегда нужно до краев изображения, если вы изображение не обрезаете, оставлять какие-то отступы. Вот. Дальше вот это я подвинул сюда вправо, чтобы у меня не было вот этой ступеньки. И таким образом сделал макет еще чище. Вот этот вот, вот этот QR-код можно подвинуть в таком случае еще немножко вправо. И нужно, осталось нам разобраться только с типографикой. Да. То есть здесь у нас шрифт Railway Medium. Здесь у нас шрифт Roboter Regular. Предлагаю заменить шрифты, вот эти два шрифта, на какой-то один шрифт. Ну, Railway здесь. Мне не сильно нравятся цифры, да, которые прыгают по строке. И вот этот вот процент. Поэтому здесь я заменю на какой-нибудь другой геометрический гротеск. Например, Müller. Но нужно немножко пофиксить размер. 32, например. Плюс в капсе не так удобно читать. Но, на самом деле, это не критично здесь, потому что количество текста небольшое. Все лишь три строчки. Но, тем не менее, можно упростить и здесь. И посмотреть, насколько ситуация станет лучше, если мы сделаем здесь Regular. Regular и... Точнее, уберем капс и сделаем Regular. Вот, мне кажется, стало проще читать. Я объединю эти два абзаца, поставив их ближе друг к другу и дальше до заголовка. И вот это, мне кажется, стоит сделать немножко меньше. Чтобы была какая-то более явная иерархия в тексте. Но, если посмотреть по логике, то, на самом деле, нужно уменьшать вот это и увеличивать немножко вот это. Ну, я оставлю эту задачу вам, если захотите попробовать. Дальше. И нужно выровнять изображение и все тексты по левому краю четко. Вот. Выравниваем. Телефон можно выделить, наверное, с помощью Medium. И вот у нас получается такая работа. Оцените дизайн макет. Насколько он стал чище и проще. Если я что-то не заметил, обязательно пишите об этом в комментариях. Если хотите что-то улучшить, Welcome, предлагайте свои собственные варианты. На этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Всем пока.